Rainbow English учебник 4 класс, юнит 4, степ 5, упражнение номер 2. Нам нужно прочитать письмо, которое Грег написал своему приятелю, и составить вопросы к ответам, которые даны после текста. То есть вот это второе задание, конечно, уже посложнее. Давайте читаем, переводим, потом пытаемся разобраться, какими же были вопросы. Привет, Джефф! Я пишу тебе о своей школе. Она очень хорошая, новая, но она не рядом с моим домом. Поэтому я дословно беру автобус, то есть сажусь в автобус каждое утро и еду в школу. Да, go не только ходить, но и ехать. Так что здесь именно едет. Видим вот эти фразы с there are, there is, переводим с конца. В нашей школе 31 класс, ну или классные комнаты. They are all light and clean. Они все светлые и чистые. The windows are big and there are a lot of plants in pots on the windowsills. Окна большие и, видите, there are, то есть снова в конец. И на подоконниках много растений в горшках. The windowsills are wide. Подоконники широкие. The classroom is near the teacher's room. Класс возле учительской. There is a green blackboard on the wall. На стене зеленая доска. On its right there is a clock. On its left there are two pictures. Получается, it's, это имеется в виду ее про доску. То есть справа от нее часы. То есть there is, видите, опять мы не переводим. А слева от нее две картины. We have eleven desks in my classroom and twenty-two chairs. Мы имеем, это дословно, но лучше сказать у нас, одиннадцать парт в моем классе и двадцать два стула. There is no piano there. Там нет пианино. Ну, имеется в виду в классе. My classroom is very cozy. Мой класс очень уютный. We like it a lot. Нам он очень нравится. Write to me about your school. Напиши мне про свою школу, Грег. Ну и теперь сложный. Второе задание сложное. Нужно догадаться, какими были вопросы. Итак, первое я читаю и перевожу ответы, и вместе размышляем. Итак, it's new. Переводится он новый или она новая. То есть по тексту это было о школе. То есть она очень хорошая, новая. То есть каким мог быть вопрос? Твоя школа новая? Или даже тут могло быть вообще твоя школа новая или старая? И вот он отвечает, она новая. Да, то есть тут можно и так, и так спросить. Давайте я задам все-таки альтернативный, то есть или чтобы там стояло. Начинаем с глагола is. Я потом вам тогда переведу. Сейчас напишем. Так, это у нас так или так. Is your school new or old? О, вот это, да, читаем просто. Означает твоя школа новая или старая? И в ответе она новая. Все подошло. Второе. No, it isn't. It is not near my house. Нет. Этот хвост не переводим. Она не возле моего дома. Опять же, как вы помните, это о школе. И он говорит, что школа не возле дома, поэтому вопрос был, а твоя школа возле твоего дома? То есть задаем. Is it она, да? Или можно сказать, is your school? Ну, раз мы его использовали вот здесь уже, давайте не будем снова это же писать. То есть is it near your house? Она, is у нас не переводим. Она возле твоего дома? Ну, и в ответе нет, она не возле, да. Третье. Yes, I do. I take a bus to go to school. Да. Я беру автобус, чтобы поехать в школу. Ну, или сажусь в автобус. То есть он спрашивал, а ты садишься в автобус, чтобы доехать до школы? То есть он говорит, да, беру. То есть вот так мы и задаем. Ты берешь автобус, у нас будет начинаться с do. Потому что у нас будет использоваться слабенький глагол, вот этот брать. Ты берешь автобус, чтобы, вот этот в данном случае переводится как чтобы, чтобы доехать до школы. Четвертый. There are 31 classrooms in my school. С конца переводим. В моей школе 31 класс. То есть спрашивал он, а сколько классов в твоей школе? Это как раз строить будем как вот в предыдущих упражнениях. Это у нас степ 4 еще был. То есть смотрите, сколько. How many. После how many объекты о чем спрашиваем? О классах. How many classrooms. Затем фраза, которая не переводится. То есть вот наш are there, да, вот и конструкция. How many classrooms are there in your school? И переводим. Сколько классов в твоей школе? Are there мы не переводим. Ну, ответ, я надеюсь, видите, что совпадает. Пятое. Yes, there are a lot of plants on the windowsills. Да. На подоконниках много растений. То есть вопрос был, а на подоконниках много растений. Строим. Are there. Вопросы мы a lot of ставить не можем. Вопросы мы его, смотрите, растения у нас исчисляемые, значит, мы его заменим на many. А если было бы не исчисляемое, поставили бы much, кстати. Так. Are there many plants on the windowsills? И переводим. На подоконниках много растений. Шестое. It is green. Он или она зеленая. Так, а тут смотрим. Ну, про доску, да, это было. То есть доска зеленая. То есть спрашивали, а какого цвета доска? Ну, давайте в твоем классе, например, он спросил. Будет звучать так. What color is... Глагол тут нужен. The black board... Потому что он в курсе, про какую говорит. Именно в его классе. What color is the black board in your classroom? Какого цвета доска в твоем классе? Номер семь. There is a black board, a clock and two pictures. Ой. Ой-ой-ой-ой, так. Ага, это была концовка. And two pictures on the wall. То есть, с конца перевод. На стене доска, часы и две картины. То есть у нас был вопрос. А что на стене? Как его задаем? Тоже в степе четвертом это все дело на примерах видели. Итак, задаем. What? Сначала is. Потому что мы еще не в курсе, что ответит. What is there on the wall? То есть вопросик маленький. Тут главное, видите, ответ очень такой объемный. Переводим. Что на стене? И вот ответ такой вот длинный потом идет. Номер восемь. There are eleven. Одиннадцать. Так, а вот чего одиннадцать? Давайте еще раз вернемся. Одиннадцать у них парт. То есть вопрос. А сколько парт в твоем классе? И он отвечает одиннадцать. Поехали. Сколько это how many? How many? Затем он спрашивает парт. То есть это desks. Затем конструкция, которая не переводится. Are there in your classroom? То есть сколько парт в твоем классе? Но напомню. Are there должно стоять? В ответе одиннадцать. Далее мы девяточку смотрим. There are twenty-two. О, это я помню. Это у нас стулья он говорил. Да, стульев двадцать два. То же самое мы спрашиваем про стулья. How many? Видите, тут все почти будет совпадать. Единственное, мы меняем слово cheers. То есть стулья. Are there in your classroom? Еще раз читаем. How many cheers are there in your classroom? Сколько стульев в твоем классе? И последний. Десятка. No, there isn't. There is no piano in my classroom. То есть вопрос... А, переводим. Нет. В моем классе нет пианино. Значит, он задавал вопрос. В твоем классе есть пианино? Задаем. Единственное число пианино, поэтому артикль нам обязательно нужен. И в переводе в твоем... Ага, ошибка. В твоем классе есть пианино. Так что первая часть, конечно, не такая сложная, да, читать, переводить. А вот со второй тут можно, конечно, было помучиться. Так что аккуратней. Следите за правильной расстановкой слов в английском вопросе, потому что с русским переводом не всегда там все совпадает. Продолжение следует...